собрал первый цилиндр все обильно смазал маслом и на этом цилиндре и на том и сейчас будем устанавливать натяжитель цепи у натяжителя есть новое колечко вот это колечко меняем сейчас ставим натяжитель первого цилиндра натяжитель второго цилиндра пока не ставим поскольку здесь у нас обратный клапан и трубка которая идет на радиатор поэтому сейчас мы будем ставим туда натяжитель цепи, натягиваем цепь, затем ставим сюда трубку с новым клапаном и ставим уже натяжитель на второй цилиндр и натягиваем на нем цепь. Натягивать цепь надо в верхней мертвой точке, то есть 1Т у нас сейчас первый цилиндр у нас в верхней мертвой точке и цепь у нас имеет слабую, то есть колесико у нас вот так вот вертится, можно пальцем через отверстие посмотреть, что цепь у нас имеет свободный ход, то есть все у нас отмыто, ставим натяжитель цепи, все установил натяжитель, пока вот эту верхнюю часть пружинкой не ставим, пока она полежит, видим что шток у нас сейчас выкручен полностью, то есть цепь у нас не натянута нисколько, то есть она как была слабую, так и есть. Для того, чтобы ее натянуть, берем обычную вот такую отвертку плоскую, вставляем в натяжитель, попадаем там в шлицы и начинаем потихонечку крутить. Я думаю видно, да, как натяжитель цепь поднатянул, нам в общем надо натянуть цепь так, чтобы колесико перестало вот это вот иметь свободный ход, чтобы вот так вот. И все, после этого убираем отвертку и закручиваем вот эту вот штучку туда подпружиненную. Все закончили с натяжением цепи первого цилиндра, все четенько получилось, люфтов нет, цепь вот так вот. Хочу показать из-за того, что там другой натяжитель у нас с другой формы, то и цепь, короче, новая, то выкрутился буквально на два виточка, а когда я разбирал, они были выкручены полностью, просто полностью. Резьба была выкручена на натяжителях. Так, переходим к клапану. Вот такой у меня новый клапан обратный масляной системы, вот такой вот, с шариком, шарик уже большой, отверстия большие. У меня стоял вот такой, это переходная, как бы такая модель, чуть ли не самодельные какие-то, то есть сверху сверлилась, нарезалась резьба. Их, по-моему, дилеры ставили сами, когда квадрики, ну, как предварительная предпродажная подготовка, то есть с Китая, насколько я знаю, они шли без них. Ну, многим по гарантии их ставили. Ну, в общем, сейчас ставятся на квадрики вот такие вот клапаны обратные. Через две медные шайбы, все помыл трубочку, сейчас мы ее монтируем вот сюда. Это подача масла у нас с масляного насоса на радиатор она будет идти. Все, установил обратный клапан, установил трубочку, ну, другим способом ее просто никак не собрать. Шайбочка одна медная сверху, одна снизу, ключиком на 17 затягиваем, предварительно вставив вот в этот вот хомутик. Тут у нас будет идти вторая трубочка, которая с той крышки дальней будет, это на масляный радиатор. Это подача в масляный радиатор, а это обратка, то есть система смазки вся будет начинаться вот с канала вот сюда. Или сюда, или сюда, я точно не знаю, потом покажу. Все, теперь переходим к натяжителю второго цилиндра. И тут мы можем посмотреть, как слабо все это дело натянуто. Для того, чтобы правильно натянуть, точно так же сейчас выставим верхнюю мертвую точку, чтобы появилась слабина у нас в распредвале. И установим натяжитель точно так же, как на первый цилиндр. Сначала отверточкой поднакрутим, чтобы у нас не было хода свободного от этого колеса. Оно сейчас зажато клапанами. И потом вставим уже пружинку, затянем. Все, поднатянули, трубочку затянули, все норм. Переходим к следующей стадии. Это регулировка клапанов. На втором цилиндре я ослаблял полностью. То есть тут ход несколько миллиметров. Миллиметров пять, наверное. На первом цилиндре я не ослаблял. Сейчас двигатель стоит в верхней мертвой точке второго цилиндра. 2Т. То есть проворачиваем до показаний 2Т. И две вот эти черточки должны быть параллельно. Видно черточки? Свет не очень. Вот вторая. Параллельно крышке вот этой вот. То есть сейчас верхняя мертвая точка первого цилиндра. И клапана полностью закрыты. И вот сейчас нам надо выставить зазор в них. Впускные зазор у нас 0,1 мм. Выпускные 0,15 мм. Они чуть более горячие. Впускные у нас карбюратор находятся здесь. Поэтому впускные у нас вот эти. И вот эти, соответственно. А выпускные вот эти. И, соответственно, вот эти, которые ближе к выхлопной трубе. В общем-то ничего сложного нет. Здесь вот такие контрагайки на 10. И маленькие такие крутилочки. Как бы с помощью их это все и регулируется. То есть вот так вот оно крутится. Закручивается. Выставляется сейчас зазор. 0,1 я повторяюсь на впускных. То есть для этого нам понадобятся щупы. 0,1 для впускного. 0,15 для выпускного. И таким образом потихонечку регулируем. Пока щуп не будет туда плотненько входить. Должен не болтаться, не застревать. А именно плотненько туда заходить. Проверяем. Щуп 0,1. Должен прям проходить. Мне неудобно одной рукой. Но не болтаться. На выпуске. Щуп 0,15. 0,15. Второй клапан. Также 0,15. Чувствую то, что здесь чуть больше. Здесь чуть меньше. Переходим к первому цилиндру. То есть точно так же. Головкой на 18 за коленвал. Начинаем прокручивать. До появления метки. 1Т. Она рядышком. Метки у нас совпадают. Риски с цилиндром. И точно так же регулируем клапана. Тут клапана я не ослаблял. То есть это как по заводу было. Чуть-чуть перетянуто. Сейчас будем регулировать. Отрегулировал первый цилиндр. То есть вот 0,15 на выпуске. И 0,1 на впуске. То есть вот так вот. 0,1 на впуске. Тут на впуске тоже 0,1. Можно закрывать крышки клапанов. Клапанную крышку. Меняем резинку. Старую на выброс. Новую ставим. Так, по клапанной крышке что у нас? У нас болты, поскольку это все пластиковое, имеют вот такую полку внутри. Поэтому их тянуть до самой жопы нельзя, не стоит. То есть они тянутся до того момента, пока они не упрутся. Вот сюда в посадочное это место. Вот видно даже вокруг отверстия болта. Следы такие. Вот это именно упирается. Болт своей постелью. Чтобы вы не раздавили крышку. Пластиковую. В общем-то ничего сложного. Просто прикручиваем и все. Переходим на правую сторону двигателя. Устанавливаем сцепление. У меня оно в идеальном состоянии. Надолго еще хватит. Я его все отмыл. Устанавливаем вот этой вот частью в сторону вариаторов. На ней будет крутиться обгонная муфта. Обгонная, обгонная. И закручиваем гайкой. Гайку, я думаю, на фиксатор резьбы посажу. И имейте в виду, что она закручивается в другую сторону. То есть она влево вращается. Затянул сцепление при помощи пневмопистолета. Вот там у меня компрессор, пневмопистолет. И очень удобно. Так, разложил прокладки. Одну, вторую. Намыл метизы все. Отмыл тут все. Сцепление, обгонную муфту. Все начистил. Старые прокладки. Вот этот сальник решил не менять. Он не тек. По нему вопросов нет. И в принципе он легко доступный. Он лежит в комплекте. Трогать его не буду. Если что, я потом не снимаю двигатель. Все это могу поменять. Поэтому трогать не буду. Сейчас устанавливаю. Крышку. И закручиваем. Установили крышку. Попадаем обязательно две направляющие. Одна здесь. Одна вот здесь. Смотрим. Прокладка, чтобы везде хорошо встала. Поправляем где надо. Так. Проверяем обгонную муфту. Она должна крутиться против часовой. По часовой прокручиваться не должно. Только против часовой. Так. По метизам. Четыре гаечки у нас. Это понятно. Вот здесь они. Дальше у нас болтыки трех длин. Самый длинный болтык. Вот здесь он. И вот он у меня стрелочкой помечен. Где ведущий вариатор. В самом верху он вставляется. Дальше у нас болтыки. Давайте расставим. Самые короткие. Самые короткие. Стоятся в самом низу. Раз. Два. Три. Все. Средние длины болтыки. Везде все остальные. Вот они мне синеньким помечены. То есть их расставляем. И планомерно все это протягиваем. Продолжение следует. Продолжение следует...